А вы обратили внимание, что по вечерам наш Слаутич напоминает большую спортивную базу, особенно в районе центрального стадиона. На четырех спортивных площадках по вечерам проходят соревнования, товарищеские матчи, разминки. Баскетбольную площадку оккупировали волейболисты, но в то же время одинокий баскетболист умудряется параллельно работать с кольцом. Рядом товарищеская встреча по мини-футболу, и такие игры проходят фактически каждый вечер. На спортивных снарядах занимаются и взрослые, и дети. На беговой дорожке центрального стадиона постоянно бегают славучане, заботясь о своем здоровье. А на главной площадке вот уже несколько дней протряд проходят товарищеские футбольные матчи в рамках подготовки юных футболистов из Киева и Одессы к чемпионату Украины Ю-15. Ребята к нам уже ездят второй год, готовятся полностью к чемпионату исключительно на нашей базе. Ну, собственно, это мы и наблюдаем сейчас заключительные товарищеские контрольные встречи, которые там подводят результаты. И в перерыве товарищеского матча у нас получился интересный разговор с тренерами футбольных команд. Мы только на начальной стадии, у нас еще целый тренировочный процесс в этом прекрасном городе, в котором предоставляют нам все условия. За это мы, конечно, благодарны. У нас еще все впереди. Мы только начали подготовительный процесс, поэтому подготовка идет правильно, в нужном русле. Ну, пока тренерский штаб, наш персонал всем доволен. Ребятами, городом, организацией, всем, всем, всем. Какое место планируете занять в чемпионате Украины? Ну, у нас однозначно с первого дня набора была задача бороться за самые высокие места. Я знаю, что у нашего главного тренера есть. Он обычно, ну, он такой реалист, но не мечтает. Но у него есть одна мечта, когда-то завоевать золотые медали до чемпионата Украины. Я думаю, что когда-то он к этому придет. А мы все ему поможем. В процессе общения удалось даже узнать, а что больше всего мешает развитию детского футбола в нашей стране? Когда наше государство включится и поймет, что это генофонд нашей нации, что от этих ребят будут еще рождаться здоровые дети. И что они поймут, что они нам действительно надо. Надо не... Без преувеличения, там, без всего... Молодые ребята, я считаю, нужны в медицине, в спорте, в вооруженных силах, там. Но должны быть люди, которые дают эту подготовку. К сожалению, таких людей очень мало осталось. И наше государство не сделает ничего, чтобы сохранить этих людей. Я могу назвать одну из причин, почему мы сюда едем. Да, кстати. Хотел только спросить... Я отвечу на этот вопрос. Мы едем сюда не из-за того, что... Ну, помимо того, что тут свежий воздух, все расположено, все имеется, а из-за людей, которые тут живут, работают и отдаются полностью. Таких специалистов, к сожалению, в центре Европы, в столице не найти. Такие, которые есть. Но... Это люди, которые работают на морально-волевых качествах. И, глядя на них, я понимаю, сколько людей уже находится в наших заграницах. И плоды своей работы, знания передают совсем другим людям, которые потом приезжают и нас облеграют, и мы удивляемся. По нашим же конспектам. Все давно уже придумано, все здесь есть. И просто хотелось бы, если кто-то меня услышит, не забывать за этих ребят. Потому что кроме родителей и тренеров, они никому не нужны. А это самое страшное. У нас сегодня окончательный день завершающий сбора, 11-дневный. Ребята молодцы, провели работу достойно, серьезно. Двухразовый тренировочный процесс. Ну, в принципе, выполнили норму. А что самое главное, все дети здоровые. А это самое главное для меня. Без травм. В принципе, выполнили задачи, выполнили поставленные цели. Планы какие в турнире занять, в чемпионате Украины? У нас всегда максимальные задачи ставятся. Это выход в финальную часть Пенества Украины. Но для нашей школы не так важны железяки, как воспитанники, контракты профессиональные иметь. Футбол – это всего лишь игра, а для каждого ребенка – это мечта, которая воплощается в реальность стать профессиональным футболистом. Чем больше профессиональных футболистов, тем, значит, ценится наш труд, наша работа. А не золото, серебро или бронза. А почему именно в Словуничестве решили проводить тернир? Ну, я считаю, что этот город непосредственно имеет всю инфраструктуру для спортсмена, для любого вида спорта. Здесь есть как и для силовой нагрузки, так и для ручного мяча. И прекрасные два футбольных поля есть. Есть прекрасный тренер в заслуженной Украине по акробатике. И прекрасные специалисты по степо-аэробике. Лесная местность, чисто воздух, нет загазованности, нет, как на всех курортах, пьяных, непонятных людей. И поэтому я считаю, что... Ну, это практически хуже для тренировок, да? Да, для тренировочного процесса. Да, вы знаете, даже если уединиться в тишине где-то с семьей, я считаю, что это точка Украины, которая должна быть сегодня рассмотрена для многих людей. Только моря не хватает. Не хватает... У вас есть достопримечательности, прекрасный Днепр, который действительно чистый в этом регионе. И прекрасная лесная местность, граница с Белоруссией, ну, очень прекрасная. И мы здесь два года, пятый раз, нам очень нравится, Владимир Шнайдер помогает осуществлять здесь тренировочный процесс, проживание, питание. И за те деньги, которые сегодня мы имеем, мы получаем максимум, максимум, который можно выжить из нашей страны. Это радует, что здесь есть на сегодняшний день люди, которым не безразличны. Чистота в городе не безразлична, тренировочные объекты. Все делается для детей, для людей, для молодежи. И хочется верить и возвращаться сюда каждый день. А если еще будет искусственное поле, это будет лучше? Я считаю, что если будет искусственное поле, это будет просто фурор, потому что вы круглогодично сможете принимать любые команды, включая команды мастеров, где можно непосредственно делать турниры разного уровня, как и детские турниры, так и команды мастеров. Чего бы сюда не приезжать второй, первой и высшей лиги, я не вижу ничего плохого. Тем более, не так далеко от Киева и Черниг. Абсолютно, да, Киевская область сегодня базируется и Донецкий Шехтур, и Динамо Киева, и Олимпинг Донецкий. Почему нет? Почему не рассматривать этот город? Ведь он заслуживает овации в 10. Что ж, достаточно приятная и высокая оценка Славутища. И, пожалуй, стоит побороться и не упустить покрытие искусственным газоном нашего поля.